На этой неделе на интернет-порталах Забайкальского края вновь поднималась тема, которую уже окрестили выражением «военные ушли, проблемы остались». К примеру, после выведения некоторых гарнизонов с территории региона, Министерство обороны готово передать муниципалитетам детские сады. Однако, в том виде, в котором они находятся сейчас, муниципалитеты их принять не готовы. И это не единственная жалоба, присылаемая в нашу редакцию, связанная с уходом военных. Итак, что же все-таки делается сегодня правительством, чтобы упростить процедуру передачи объектов и земли военведа в муниципальную собственность? В прошлом году, осенью, в осеннюю сессию, федеральное собрание приняло федеральный закон об упрощенном порядке передачи имущества военных городков муниципальным образованием. Это очень долгожданный и ожидаемый многими субъектами федерации муниципальным образованием закон, который прописал четкую процедуру быстрой передачи имущества в муниципальную собственность. Как он исполняется? Исполняется, прямо могу сказать, неважно. Вот Министерство обороны хочет передавать объекты в том состоянии, в каком они сегодня находятся на балансе вот этой организации, военного ведомства. И почти все городки в Российской Федерации находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому, конечно, муниципальные образования или субъекты федерации, они не могут принимать объекты, на которые потребуется тратить очень серьезные средства из регионального бюджета, которых в субъектах федерации, тем более в муниципалитетах, просто нет. И этот закон предполагает, что федеральный центр вместе с передачей имущества военных городков муниципальным образованием будет выделять средства на, ну как мы формулируем эту задачу, доведение этих объектов до нормативного состояния. Если со степью сегодня уже более-менее определено, там переселяются, а что с ясной будет? Там может быть несколько вариантов решения. Один из них – это привести, как я говорил, в надлежащее состояние, то есть привести там капитальный ремонт. Я говорю, как вариант. Значит, создать там какие-то производственные мощности и занять людей. Второй вариант, на котором, мне кажется, настаивают жители ясно, – это дать им возможность переселиться. Мы будем добиваться того, чтобы средства или финансовые средства на решение этих вопросов, они были найдены в федеральном бюджете. Многие участки, на которые сегодня наложен мораторий, очень хорошо подходят под застройку, под строительство того же экономичного жилья. И сегодня застройщики обращают внимание на то, что нереально никак получить в собственности эти участки. И приводят такой пример, допустим, если в сельском хозяйстве участок не используется, то его могут забрать. А здесь даже налогами никак не облагается. Вот скажите, возможно ли решить как-то проблему, может быть, налогами обложить? Может быть, еще какой-то есть вариант решения для того, чтобы военвет наконец-то начал передавать участки в землю муниципалитетам? Спасибо за вопрос. Вы знаете, вы очень правильно его поставили. Мы долгое время, и я лично, мы добивались принятия федерального закона, который вводил бы налоги на имущество Министерства обороны, включая и землю. И мы считали, что выпадающие доходы региональных и муниципальных бюджетов от этой льготы на имущество силовых ведомств вообще не только Министерство обороны составляет до 2 миллиардов рублей. Это первое, то, что необходимо сделать. И здесь я могу сказать такую приятную новость, что Министерство финансов с нами солидарно. Естественно, Министерство обороны против. Но я думаю, что такой федеральный закон в этом году будет принят. И если он будет принят, то, естественно, Министерство обороны будет невыгодно платить налоги за то имущество, в том числе земельные участки, которые оно не использует, оно будет их передавать. Батут Владимирович, нам очень часто приходят вопросы, приходят жалобы от жильцов общежитий военведа. Почему-то тарифы на коммунальные услуги у них зашкаливают. Скажите, пожалуйста, откуда вот такая разница берется и возможно ли решить их проблему? Действительно, очень злободневный вопрос. Мы к этому вопросу уже давно подобрались, мы его рассматривали. И здесь ситуация вот какая. Это ведомственное общежитие. Значит, обслуживанием этого ведомственного жилого фонда занимаются три организации. Вы знаете, там 28-е сети, ремонтно-эксплуатационное управление и ОАО «Славянка». Кто теплом, кто водой, кто электрической энергией. И тарифы устанавливаются внутри Министерства обороны. И они как бы не являются тарифами для населения. Они являются тарифами для служебного жилья Министерства обороны. И мы хотим, чтобы на это тарифообразование распространялись те законы, которые действуют для муниципальных и региональных служебных фондов. Мы хотим этого и будем этого добиваться. Этот факт того, что произвольно или необоснованно, скажем так, они устанавливают тарифы на все виды своих услуг, это абсолютно неверно. Какая разница, люди живут в муниципальном общежитии или в военном общежитии. Условия проживания с точки зрения платежей должны быть одинаковы. Конечно, с этой точки зрения, с военным ведомством, сегодня нужно вести очень прямой, откровенный, жесткий диалог. Они должны действовать в рамках того законодательства, которое установлено в этой сфере для всей страны. Потому что военные ведомства – это не другая территория, это не другая страна. И мы будем добиваться того, чтобы тарифы они приводили в соответствии с общими тарифами, которые действуют для всех слоев населения во всех регионах Российской Федерации. Продолжение следует...